Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел отметить, что вообще вот это проводимое мероприятие, конкурс «Алтенцапа», «Лучшие товары Казахстана», сейчас появился новый бренд «Лудалай-Ле», это очень большое, значительное событие для республики и для бизнеса, потому что идет оценка работы бизнеса по результатам вот этих комиссий. Ну, с 2014 года конкурс «Алтенцапа», он передан, проводит национальная наша компания «Атамикен», компания предпринимателей. Ну, чем отличается конкурс этого года по сравнению, например, с конкурсом прошлых лет? Я участвовал, я член комиссии «Лучший товар Казахстана» и бренд «Лудалай-Ле». В этом году участвовало более 120 компаний, в целом участвовали более 120 компаний. Мы, как эксперты, первоначально рассматриваем все материалы, которые подали, ну, по всем тем критериям, которые оцениваются, показатели работы. После этого, вот у нас проходила выставка «Лучший товар Казахстана». Они, все эти номинанты, кто участвовал, они приезжали со своими товарами здесь, в центре Курме, там проходило. Там, как бы, народ наяву уже оценивал их продукцию. В своем выступлении представитель Национального палатного предпринимателя Мурзахметов говорил, что вот мы после этого отберем из 120 компаний, компаний 29-30, они будут, так сказать, выставлены на общее голосование. Действительно, такое голосование общее проходило. По результатам общего голосования, это по всей республике, мы, эксперты, отобрали 9 компаний и проходило уже обсуждение по этим 9 компаниям. А на обсуждение проходило как? Проходило, мы выезжали эксперты на места, смотрели производство. Я, например, ездил в Алматинскую область, смотрел компанию КНАУФ, которая современная компания, которая работает по современной технологии, организации работ, он, как бы, считается малый бизнес, но в то же время он дает такую продукцию, сравнимую с АЗТМ. Там работает 149 человек, нет, 249, а там работают несколько тысяч. То есть это очень эффективно работающие предприятия. Вот эти 9 компаний, которые отобрали эксперты, потом они были тоже выставлены на голосование. Ну, голосование шло очень довольно активно, были дебаты, споры по всем этим компаниям, учитывалось разные стороны. И по результатам вот этих споров, дебатов было представлено, уже осталось 4 компании, которые были направлены. То есть сегодня уже будет известно, какие компании стали победителями. Но по товарам, промышленной продукции в этом году лучший товар Казахстана. В основном у нас всегда доминировал горный металлургический комплекс. Я сам являюсь первым вице-президентом горной металлургической ассоциации. Но в этом году участвовали только обрабатывающие промышленности. Участвовали предприятия машиностроения, строительной индустрии, пищевой, легкой. То есть немножко он отличается от тех нет. И по этой номинации выбрали тоже лучший товар Казахстан, тоже будет сегодня. И в Алтанцапе тоже участвовали в основном малый и средний бизнес. Это вот в этом году, в отличие от тех годов, именно участие малого и среднего бизнеса. Такого крупного бизнеса, как предприятие горно-металлургического комплекса, где работает десятки тысяч человек, где высоких показателей такого не было. Это, конечно, несравнимо, когда участвуют в крупной компании и в малом и среднем бизнесе. Поэтому это отличие этого года по сравнению с теми годами.